Добрый день! В эфире 12-го канала новости. В студии Никита Гайдаши. Коротко о главных темах. Дегазификация не по плану и аварийные дома опасны для жизни. Александр Бурков ответил на вопросы о мечей. Какие заявления сделал и какие решения принял глава региона в прямом эфире на 12-м канале? А будет ли школа мечты за миллиард? В Омске не нашлось подрядчика для строительства учебного заведения в микрорайоне Серебряный берег. Мейкап делали больше трех месяцев. Расскажем, как восстанавливали первозданную красоту железнодорожных мус. На прогулку со слоном. Масштабная трансформация в Омском цирке. Как животные-артисты станут еще ближе к зрителю? Жители аварийного дома на 20-го портсъезда получат в общей сложности 174 миллиона рублей на покупку нового жилья. Областное правительство уже перечислило средства мэрии. В ближайшие дни, с 9 или 12 сентября, в администрации пока решают, люди начнут получать средства. Об этом глава региона Александр Бурков рассказал накануне в программе «Диалог с губернатором». От телезрителей поступили сотни вопросов. Значительная часть связана с программой социальной дегазификации. У некоторых попросту не принимают заявки на подключение. Как отметил Александр Бурков, в области 323 населенных пунктов, в которые проведено голубое топливо, все они попадают под президентскую программу. И если возникнет ситуация, которую не смогут разрешить ни районные власти, ни газораспределительная организация, люди могут обращаться напрямую в областное правительство. Большинство таких жалоб на компанию Юза губернатор обещал навести порядок. Компания привыкла торговать по более высоким ценам. Если сегодня по дегазификации, по решению президента к дому должна подойти газовая труба бесплатно, в этой компании кто-то хотел, видимо, зарабатывать, я так полагаю. И поэтому отказывали бесплатной дегазификации. Еще раз говорю. Было большое разбирательство вчера, проведено совещание со всеми пятью ГРО нашими. Мы эту ситуацию разобрали, видим, где какие есть нюансы, будем решать. Рассказал губернатор и о праздновании 200-летия Омской области. Отмечать будем два дня – 30 сентября и 1 октября. Ожидается много гостей из других регионов и стран. Также откроется выставка народного хозяйства, где свои достижения представят омские промышленные предприятия. На Любинском и Соборной площади запланированы гуляния. Вишенкой на торте станет выступление группы Любе. Омская область, несмотря на санкции, сохранила темпы экономического развития. Не только минимизировать потери, но и показать рост по ряду отраслей удалось за счет оперативных мер поддержки экономики, разработанных по поручению главы региона Александра Буркова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Дмитрий Ушаков. Так, за 7 месяцев этого года, по сравнению с прошлым, объемы промышленного производства выросли на 4,6%, тогда как в среднем по стране всего на 1. На 10% увеличился выпуск нефтепродуктов, на 5 – резиновых и пластмассовых изделий, на 4% больше стали производить напитков, на 3 – сельхозпродукцию. Поступление налоговых и неналоговых доходов в региональный бюджет увеличилось на 8,5 миллиардов рублей – почти 117% к аналогичному периоду прошлого года. Для строительства новой школы «Мечты за миллиард» не нашлось подрядчика. Речь о будущем учреждении в микрорайоне «Серебряный берег». Там, напомню, планируется возвести школу на 1100 мест в рамках нацпроекта образования. Первоначальная цена контракта составляла более миллиарда рублей. Сдать учебное заведение нужно в 2024 году. Однако ни одной заявки на аукцион так и не поступило. Впрочем, это не значит, что сроки критично сдвинутся или долгожданная школа вообще не появится. Просто теперь мэрии предстоит провести повторный аукцион. Не исключено, что сумма контракта может стать выше, чтобы нашлись желающие взяться за строительство. Полноценное серийное производство «Ангары» запустят в Омске уже через два года. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил генеральный конструктор КБ «Салют», которая входит в центр имени Хруничева Сергей Кузнецов. Он подчеркнул, что серийное изготовление составных частей семейства «Ангара» идет уже сейчас. Для обеспечения полного цикла производства, сборки и испытания ракет-носителей на омском полете сегодня идет реконструкция и техническое перевооружение производственных площадок. Кроме того, планируется построить корпус под дополнительной контрольно-испытательной станцией для тяжелой «Ангары А5». Все проекты должны быть завершены к концу 2024 года. Незаконно лечил от болезни души. В Омске перед судом предстанет фельдшер, который нелегально выводил омечей из запоя. 36-летнему медику предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта сильнодействующих препаратов. Уже установлено, работник одной из омских больниц приобретал их для подработки на стороне. По версии следствия, подозреваемый вступил в чат в мессенджере, где люди с медицинскими знаниями обсуждали, как незаконно оказывали платные услуги по выведению людей из длительного запоя. Тогда и омский фельдшер решил поправить свое материальное положение нелегальным путем. По данным следствия, фигуранту поступала информация об адресе проживания клиента, куда он выезжал для введения человеку сильнодействующих веществ для детоксикации организма. При этом обвиняемый не имел лицензии на осуществление данной деятельности и проводил процедуры нелегально. Фельдшера с поличным задержали оперативники Управления по контролю за бортом наркотиков ОМВД России по Омской области. Отмечу, что при обыске квартиры подозреваемого силовики изъяли больше 300 ампул и почти четыре десятка блистеров с сильнодействующими препаратами для детоксикации организма. Их оборот в нашей стране ограничен. Расследование уголовного дела в отношении фельдшера уже завершено и передано в суд. Проверка в отношении сообщников нечистого на руку медика продолжается. Достигнут точки кипения. Омский политехнический университет стал одним из вузов победителей конкурсного отбора и теперь получит грант в 3 миллиона рублей. На эти деньги в вузе оборудуют площадку для молодых инноваторов под названием предпринимательская точка кипения. Туда завезут оборудование, с помощью которого студенты смогут реализовать свои бизнес-идеи. У команд, которые будут трудиться в каворкингах, появится возможность бесплатных консультаций от ведущих специалистов платформы национальной технологической инициативы. Также молодые люди смогут подтянуть свои навыки в научной деятельности и знаниях в бизнес-сфере. И даже найти инвесторов для своих проектов. Эксперты уверены, это большой шаг в развитии технологического предпринимательства в вузах. У амичей появится больше возможностей заниматься спортом на открытом воздухе. Во дворах на Левобережье, в районе Первомайского рынка и Сибнисхоза появятся площадки с уличными тренажерами. На их покупку мэрия выделила 4 миллиона рублей. Так, на нескольких площадках в разных округах города появятся тренажеры для пресса, жима вверх, становой тяги и гимнастические брусья, а также лыжи и велотренажер. На Волгоградской Дианова и Лукашевича установят также шпагат и поперечный маятник, грибную тягу и снаряды для жима груди. Активно развивать уличный спорт в Омске начали несколько лет назад. Тренажеры подходят для детей, взрослых, профессиональных спортсменов и любителей. Красота вне времени. Реставраторы завершили восстановление четырех скульптур, которые украшают здание университета путей сообщения. Почти сто лет назад их создал пленный чешский скульптор Винклер, вдохновляясь образом своей жены. За годы под ударами стихии и гнётом времени хрупкие музы покрылись трещинами и даже лишились фрагментов тел. В течение трёх месяцев реставраторы бережно восстанавливали утраты и наносили новый макияж. Оказались ли богини движения, тяги, пути и управления капризными барышнями, расскажет Наталья Змага. Этим дамам штукатурка явно к лицу. Инъекции красоты богиням сделали грунтовкой и гипсом. В роли пластического хирурга для статуй выступил скульптор Андрей Юдин. Благо высоты реставратор не боится. Почти три месяца художник провёл под небесами. Мы туда заливали очень текучий материал, такой называется умный гипс. Прошли по всей поверхности, ну и потом прогрумтовали это всё хорошими материалами и покрасили хорошей краской. Теперь всё будет прочно, то есть, ну там гарантия пять лет, но я думаю, что лет 15-20 они простоят без всякого ремонта. В соцсетях появились фото дам до и после. Некоторые подписчики считают, что фигуры богинь обрели более изящные черты. Визуально кажутся меньшими по объёму бёдра, грудь и область талии. Разница размеров обусловлена оптическим эффектом из-за расхождения ракурсов. Парирует скульптор. Мамопластикой художник не занимался. Тем более, что барышни – часть объекта культурного наследия федерального значения. До этого их реставрировали в 2000 году. 80 лет до они простояли нетронутыми руками мастеров. Ветер и влага – главные враги монументального искусства изрядно подпортили внешний вид скульптур. В некоторых местах был виден даже железный каркас, который изготовил известный чешский скульптор Франтишек Винклер. Выпускник Пражской академии художеств попал в плен во время Первой мировой войны и оказался в Омске в период строительства уникального здания. Он работал над этими скульптурами, набрал себе помощников, целую бригаду из 50 человек. Он их многому научил. И, конечно, он лепил все сам на цокольном этаже этого здания. А помощники в готовом виде устанавливали на места все горельефы, барельефы. Образы всех четырех женских фигур связаны с железной дорогой и аллегорически изображают тягу, путь, управление и движение. В движении она такая самая стремительная, напряженная, дальше всех выдвинута вперед. И когда солнце поднимается утром, она самая первая освещает солнцем. Она и фонарь еще держит, к тому же освещает путь и переводит правой рукой стрелку. Больше всего реставраторы трудились над обликом статуи путь. Посвященная путейцам богиня со временем лишилась правой кисти, а кирка, которую она держит, была в плачевном состоянии. Сейчас дама уверенно опирается на тоннель, кирка сияет в белизной. Они стали у нас более светлее, более ярче. Все лето проходили мимо, здесь смотрели, как все это реконструировалось. А сейчас уже приходим и смотрим, какие они новые, красивые, такие беленькие, свежие. Визуальное восприятие произведений искусства зачастую зависит от правильного ракурса. Автор скульптур Винклер учел при создании монументов даже солнечное освещение в разное время суток. Он намеренно изменил пропорции фигур, вытянул тела и углубил глазницы. Все для того, чтобы снизу они казались более изящными. Оценить его работу, а также реставраторов, амичи смогут теперь в полной мере. Наталья Змага, Михаил Клишин, 12 канал. Амичи смогут пообщаться с животными артистами за рамками шоу. На задней площадке Омского цирка сейчас ведутся масштабные работы по преображению территории. Здесь, наконец, убрали забор, который возвели еще шесть лет назад во время капитального ремонта и вывозят строительный мусор. Ровно через неделю на этом месте разобьют рябиновую аллею. Каждое дерево посвятят известным амичам и работникам цирка. После установят сцену и оборудуют зону для прогулки главных артистов, животных. Кроме того, по всей террасе уже установили перила. Теперь маленьким зрителям будет безопаснее гулять перед представлением. Восстановили и пандус. Сейчас рабочие реконструируют входную лестницу. На ней уложат жидкую резину. Она более долговечна и зимой не будет скользить. Сюрпризы для амичей подготовили и внутри цирка. Обновили музей наш, поставили несколько фотозон и интерактивную зону детский цирковой оркестр. А теперь дети могут прийти и поиграть на музыкальных инструментах оркестра Омского государственного цирка. Кто знает, может быть потом кто-то придет работать к нам в оркестр. В районе оркестра мы демонтировали большую стену, которая мешала многим зрителям для просмотра представлений. Теперь смотреть представление можно с любой точки Омского цирка. Абсолютно комфортно. Вернут цирку и исторические детали. До капитального ремонта вход украшали головы львов. При реконструкции строители их зарыли в землю. Теперь после раскопок эти атрибуты вновь увидели свет. Работники цирка решили переместить львов под крышу. Они украсят стены лестницы на второй этаж. Амичей ждут и анималистические часы. Вместо привычного циферблата стрелки будут указывать на животных. Полностью завершить преображение цирка планируется через год. Авангард продолжает крутое пике. Амичи потерпели третье поражение подряд на старте сезона, не сумев ничего противопоставить СКА. Ястребы упустили несколько хороших моментов в первом периоде и не смогли реализовать большинство в самом начале второго. После Авангард пропустил сам, играя втроем против пятерки соперника. А затем еще дважды с интервалом в 16 секунд. Исход матча был решен уже во второй 20-ти минутке. В заключительном периоде команды обменялись шайбами. На бросок Алексея Береглазова попаданием в пустые ворота ответил Марат Хайрулин, тем самым оформив хет-трик. Капитан мячей Дамир Шарибзианов после игры заявил, что Авангарде никто не поможет. Команда сама должна найти выход из тупикового положения. Да, разговоров очень много, я считаю, что нужно разговоры немного переносить на лед. Все давай-давай, а на льду выходим и вроде получается, кто-то что-то постоянно выпадает. Но мы одна команда и только нам с этого выбираться будем работать дальше. Никто нам на помощь не придет. Сейчас у Авангарда пауза. Три дня без игр. А уже в воскресенье предстоит провести матч на Урале против автомобилиста. Эта встреча начнется в 18.00 по омскому времени. Прямую трансляцию смотрите на 12-м канале. Ну а омские крылья сегодня первым домашним матчем стартуют во втором для себя чемпионате Всероссийской хоккейной лиги. А мячам предстоит сыграть с Тульской академией Михайлова. В прошлом сезоне соперники встречались дважды и одержали домашние победы. Крылья на своей площадке оказались сильнее, выиграв 4-3. Сегодняшний матч начнется в 19.00 и пройдет в Академии Авангард. Билеты на игру доступны в клиентском центре на улице Ленина, а также в кассах Академии. Они откроются за два часа до начала игры. Владельцы абонементов на G-Drive-арену могут получить бесплатные пригласительные на матчи омских крыльев. Съемочная группа 12-го канала организует прямую трансляцию. За первой игрой крыльев в новом сезоне можно будет следить на ютуб-канале ВХЛ. Далее прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно также и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. И о погоде. Завтра 9 сентября в Омске облачно. В ночные часы плюс 8, плюс 10 градусов тепла. Днем до 16 градусов выше нуля. В районах пасмурно, небольшой дождь. Ночная температура плюс 9, плюс 10 градусов. В дневные часы до плюс 13. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. И до встречи на 12 канале.